Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Разумеется, снова возвращаемся на финансовые рынки и стараемся проанализировать прошлую торговую сессию и посмотреть на то, что у нас еще впереди. Вы знаете то, что все, собственно, важные макроэкономические отчеты этой пятидневки у нас выпали как раз на последние две торговые сессии. Сегодня у нас сразу несколько регионов, которые будут характеризоваться национальными макроэкономическими данными, и мы, разумеется, за ними будем следить. Это данные по ВВП Англии, инфляция в рамках еврозоны и еще заказы на товары длительного пользования в США. В общем, все те активы, которые составляют основу нашей спекулятивной деятельности, сегодня заинтересованы, замотивированы национальной статистикой. Ну а мы будем в этой статистике как раз искать поддержку для тех инвестиционных идей, которых продолжаем придерживаться, ну и для которых, для реализации которых нам нужен какой-нибудь дополнительный ускоритель. Мы об этом уже также говорили. Обо всем давайте, как и всегда, поговорим подробнее, конкретнее и по порядку. В частности, начнем мы сегодня с позиций черного золота и бренда. Клосс вчерашнего дня. Вы все прекрасно видели. Очередной прирост плюс 6% закрытие 34.42. Сегодня мы также наблюдали восходящую динамику. Открытие даже с ГЭПом забирались выше сопротивления 35, там с небольшим актуальной котировкой 34.85. На мой взгляд, канал еще держится. Мы не закрепились выше 35. И тем более, что если снова сослаться на фундаментальный фон, я вообще не понимаю, как можно было объяснить вчерашнее восстановление. Хотя на рынке, безусловно, присутствует мнение. Давайте просто его разберем. Вчерашняя торговая сессия понятна. Чем она была интересна? Снова отметились Саудовская Аравия и Ирак. В частности, вы помните то, что эти регионы непосредственно являются теми, соответственно, секундочку, теми регионами, которые были, принимали участие в достижении договоренности по заморозке объемов производства. И как только эта договоренность была достигнута, спустя какое-то время, несколько дней мы еще резонировали от этого события. Мы помним то, что Саудовская Аравия неоднократно меняла свою позицию и поддерживала инициативу о необходимости сокращения производства, либо заморозки на январских максимумах. Потом основа это было совершенно полярное мнение, предполагающее о том, что Саудовская Аравия не будет поддерживать эти положения. Иран тоже сам. В общем, эти качели, они и провоцировали вот ту проторговку, которую мы наблюдали и наблюдаем по бренду в рамках того коридора, который действует уже очень много торговых сессий, 30-35. Вчерашняя торговая сессия, что на ней было интересного? Иран в очередной раз отметил то, что если рынок обсуждает эту договоренность, лично позиция Ирана сводится к тому, что достигнутая договоренность, так называемый пакт, является нелепым и смехотворным. Это прямой, между прочим, перевод комментариев со стороны министра нефти Ирана. И согласно позиции этого ближневосточного государства, Иран продолжит увеличивать объем производства. Мы это также прекрасно знаем. Но мы не замахивались на такие значительные показатели, как лично я услышал вчера. Потому что, вы помните, до снятия финансо-экономических санкций Иран добывал примерно 2,5 миллиона баррелей в сутки. После снятия финансо-экономических санкций они задействовали производственные мощности и смогли выйти за короткий промежуток времени на 3 миллиона баррелей в сутки. Я говорил то, что после последнего прироста у нас уже есть возможность готовиться к тому, что истинная планка выработки находится уже выше, может быть, даже 3,2. Но Иран вчера сообщил о том, что к 2020 году они задействуют все производственные мощности, которые имеются и выйдут на планку уже в 6 миллионов баррелей в сутки. Я думаю, что нужно прекрасно понимать, если сейчас уже полным ходом у нас 16-й год, до 20-го, ну, так долгосрочно, может быть, не так уж и много, тем более, что если мы анализируем глобальные тренды, то это, конечно же, анализ, который проводится в перспективе многих лет. И сейчас у нас нет оснований полагать, что мировая экономика вот в ближайшие годы, в этом году, в следующем сможет нащупать какой-нибудь ощутимый базис для экономического роста. В частности, последний прогноз МВФ, который также был опубликован вчера, темпы мировой экономики продолжают замедляться. И я думаю, что к концу этого года мы увидим еще неоднократное снижение прогнозов по экономическому расширению, потому что видим, что МВФ реагирует на слабости развитых рынков и развивающихся площадок. А здесь уже статистика ВВП, которая больше разочаровывает всех участников рынка. Саудовская Аравия также вчера отметила, что не будет поддерживать инициативу, и идея, связанная с возможностью снижения объемов производства нефти, также маловероятна. И еще у нас, с точки зрения локальных отчетов, был интересный инфоповод. Он предполагает анализ динамики запасов нефти США. То есть, утром у нас были АПИ, вы знаете, то, что запасы в США по версии Американского института нефти выросли больше, чем на 7 миллионов баррелей. Что касается официальной статистики от Минэнерго США, которая является более объективной, здесь также прирост на 2,1 миллиона баррелей за прошлую неделю. Запасы в Кушинге также выросли, уже приближаются к своим номинальным показателям. На текущий момент это цифра 6506. То есть, перепроизводство катастрофическое, и мы с вами должны приходить к абсолютно логичному и понятному выводу. И я думаю, что этот вывод сделал каждый из тех трейдеров, которые специализируются на торговле нефтью. То, что сокращение количества буровых, якобы очень интересная тема, тема, которая выступает фундаментом для тех участников, которые верят в восстановление нефти. Сокращение количества буровых, оно никак не сказывается на объемах производства. Еще раз повторяюсь, за последний год-полтора количество буровых просело больше, чем в три раза. При этом объемы выработки все равно находятся на исторических максимумах. В рамках всех нефтяных терминалов в ключевом хабе Кушинге запасы также растут. И это в целом усиливает лишь факт переизбытка нефти. Иран, Ближний Восток, вообще весь ОПЕК, Россия. И мы снова выходим с вами на, на мой взгляд, очень неплохой, такой весомый, серьезный аргумент, который призывает всех трейдеров не поддаваться на локальные бычья ралли, на локальные выпады. Если вы находитесь в сделке на продажу, то это долгосрочно правильный ориентир, потому что бренд, как ни крути, с учетом новостного актуального фона, просто обязан сходить еще ниже. Единственное, что позволит нам отказаться от идеи снижения цен на черное золото, это солидарная позиция, скоординированные действия и совместные решения всех ключевых производителей по незамедлительному снижению объемов производства. Это первый момент. Второй момент – хорошая статистика по Китаю, которая позволит преодолеть второй по величине экономики мира вот эту рецессию, в которой они находятся, и нащупать какой-нибудь фундамент для восстановления. Если Китай сможет дать рынку такой оптимизм с точки зрения своих макроэкономических данных, то тогда мы будем говорить о том, что мировая экономика также может, скажем, по цепной реакции потащиться за Китаем, потому что Китай, собственно, не определяет общие глобальные тренды. Так уж сложилось исторически. Поэтому ни первого, ни второго сейчас у нас нет. И учитывая то, что наше позиционирование долгосрочное, значит, смотрим на бренд EWCI исключительно с точки зрения медвежьего позиционирования и коррекционных взглядов. Ждем уровень 30, тестирование этой поддержки и движение еще ниже. Что касается российской валюты. Сейчас котировки 76.13. Рубль реагирует на динамику нефти. Налоговый период, как таковой, сейчас особенно не влияет на курс российской валюты, поскольку мы ожидаем еще большего ослабления, соответственно, нефтяного актива. Ждем и прежнего вектора девальвации по рублю. То есть этот тренд, эта инвестиционная идея у нас не меняется. Мы уже добрались, напомню, в некоторое время назад до уровня 80. Но не то, чтобы жадность не позволила нам выйти из этой сделки. Наверное, объективная оценка фундаментальных факторов и реальности. И четкое осознание того, что у рубля нет возможности для того, чтобы забраться, соответственно, ниже против своего американского доллара. Точнее, выше. И если у нас есть четкое понимание того, как торговать по нефти, я хочу, чтобы точно такое же понимание было и касательно трейдинга по рублю. Ждем просадки, ждем тестирования сопротивления 80. Смотрим за конкретной ситуацией. И, может быть, пытаемся даже пролезть еще выше по паре USD RAP. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Вчерашняя торговая сессия, очередная разгрузка, уже которая по счету. Мы видим то, что евро снижается. Снижение, в частности, цен на энергоносители, которые мы наблюдали на позапрошлой торговой сессии. И, в принципе, большую часть вчерашнего торгового дня. Стало причиной очередного ухудшения рыночных настроений, что спровоцировало приток капиталов в защиту. Помимо роста франка, иены, мы видели вчера, как капиталы шли в расположение и американских облигаций. И как только повышается спрос на американские трежерисы, разумеется, снижается доходность и растет их стоимость. Это сказывается на долларе. Что касается того, как действовать по европейской валюте дальше. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что если у нас в фокусе внимания нашего обсуждения есть такая тема, как ухудшение рыночных настроений, то традиционно, даже по практике последних недель, на фоне панических реакций трейдеров, на фоне разгрузки фондовой секции, из-за, к примеру, снижения цен на энергоносители, евро у нас динамично растет. Почему? Потому что евро отыгрывает собственный статус валюты финансирования и фондирования. Сейчас роста евро мы не видим. Возможно, это связано с тем, что все-таки нефть смогла отбиться от локальных минимальных уровней и оказаться недалеко от уровня 35. Но все-таки, я думаю, что снижение нефти, оно вопроса времени. И если это произойдет, то европейская валюта снова может попытаться забраться еще повыше. Прежде чем наступит март, прежде чем мы с вами вплотную подойдем к заседанию Европейского центрального банка, и снова сложим все факторы, которые у нас есть сейчас в нашем фундаментальном арсенале для того, чтобы спрогнозировать возможное решение ЕЦБ по изменению монетарной политики. Сегодня, в частности, из-за важных отчетов европейского происхождения обязательно стоит отметить данные по инфляции в рамках еврозоны в целом. Этот отчет выйдет в 13.00 по московскому времени из-за последнего снижения цен на энергоносители. Я практически не сомневаюсь в том, что мы сможем увидеть более слабую статистику, основу актуализированные риски дефляции, что в целом станет еще одним козырем, а может быть даже и триггером для того самого нужного для нас решения со стороны ЕЦБ по, может быть, еще одному снижению ставки по депозитам, либо решению программы количественного смягчения. За последний месяц мы практически каждый брифинг останавливаемся на этой теме. Я хочу, чтобы вы прекрасно понимали то, что для евро это сейчас с точки зрения разгрузки самый ключевой, фундаментальный фактор и как раз тот самый катализатор, который в случае анонса вот этих доп. мер экономического стимулирования непременно сможет разгрузить евро на ни одну фигуру и отправить прямиком в район 1.05. Тем не менее, до того, как наступит март, как я уже отметил, у нас есть еще полноценные, точнее до заседания полноценные две торговые недели. Времени еще, в принципе, достаточно, поскольку рынок в последнее время очень активно, точнее рыночное настроение ведутся на динамику фондовых секций, и в частности это провоцирует трейдеров на повышенный спрос на защиту. Я все-таки еще хочу отметить присутствующую возможность сыграть на повышение главного валютного риска. Поэтому, если вы хотите рискнуть вместе со мной, можно воспользоваться отложенным ордером buy-stop по паре евро-доллар с уровня 1.1060. Стоп-лосс необходимо будет поставить на отметке 1.10. Что касается take-profit, давайте пока себя не ограничивайте по профиту, потому что никто не знает, как дальше будет развиваться рыночное настроение. Если рынок по какой-то причине и фондовые секции умудрятся еще просесть, ну, по какой-то причине, в случае снижения цен на энергоноситель, тогда мы сможем прокатиться по евро, может быть, даже снова в район 1.12 или 1.13. Если этот ордер в ближайшие несколько дней окажется невостребованным, тогда снова развернемся по взглядам вниз и будем искать возможности, а точнее даже мы их уже достаточно нашли, чтобы распродавать главный валютный риск, но это уже на долгосрок. В общем, актуализируем идеи в ходе уже следующих брифингов, в частности, завтра посмотрим на то, как будут развиваться дела в динамике евро-доллара. Фунт против американца. Это уж точный аутсайдер. В частности, если мы посмотрим динамику фунта против американского конкурента, то с закрытия прошлой пятницы британец локально потерял уже практически полтысячи пунктов. И вы знаете то, что локальным, ключевым, серьезнейшим фактором давления на британца выступают ожидания того, что, точнее, лучше сказать, политико-экономические риски того, что Англия выйдет из состава Европейского Союза. Сейчас все упирается в референдум, который состоится 23 июня. В принципе, участники рынка к этому уже готовятся. Несмотря на то, что до референдума 4 полноценных месяца, и все-таки, учитывая разгрузочную динамику фунта, я думаю, что уже никто не сомневается в том, что Англия окажется за пределами этого интеграционного союза. Рисков здесь очень много, потому что никто не знает, каким последствиям это приведет. Это реальный прецедент. Такого еще не было. Справится ли английская экономика? Сможет ли британский бизнес адаптироваться к новым экономическим условиям? Это, скажем, вопрос, действительно, на который, наверное, никто не сможет дать ответа. Будем смотреть уже по факту. Но это явно серьезная угроза, которая и без того ухудшает общий макроэкономический фон. И в доказательство того, что возможность восстановления Англии после разрыва связи с Европейским Союзом не верит никто, еще и подтверждает действия рейтинговых агентств, но они пока только вербальны, предполагающие то, что, в частности, СНП и МОДИС могут прямо уже в июне 2016 года пересмотреть прогноз Англии в негативную сторону. Это произойдет впервые за много лет. Против фунта действуют еще и комментарии председателя Банка Англии Карни. Напомню то, что он реально допустил возможность снижения процентной ставки, то есть доп. мер экономического стимулирования, либо решение программы количества смягчения. А в том случае, если потребительская активность и индекс потребительских цен не смогут выйти на оптимальные значения. Я считаю то, что не смогут, потому что, судя по заработным платам, в принципе, надеяться на какой-то позитивный тренд в инфляции сейчас не стоит, тем более так же, как и в активизации роничных продаж и потребительской активности. В частности, из отчетов сегодняшнего торгового дня стоит обратить внимание на данные по ОГУП. Это, в частности, самый первый релиз, за которым мы следим, в 12.30 по московскому времени. Но вы помните о серии слабых макроэкономических данных последних недель. Я считаю то, что у нас есть весомые факторы и обстоятельства, чтобы все-таки склоняться в пользу более слабой статистики, а, соответственно, дополнительного давления на фунт. Но это с точки зрения логики, наверное, и правильного фундаментального подхода к анализу перспектив фунта. Но я сегодня также и по-британцу хочу предложить вам весьма рискованную сделку, потому что, считаю, негатива для пары фунт-доллар за последнюю неделю за четыре торговые сессии, 500 пунктов, это крайне много. Возможно, речь идет о преувеличенной, значительно преувеличенной реакции трейдеров на тот новостной фонд, который только предполагает и допускает возможность выхода Англии из ЕС. Поэтому, если участники рынка осознают то, что слишком глубоко загнали фунт, прежде чем ревина, мы сможем увидеть локальное бычье ралли. Вот к нему я как раз и предлагаю вам сегодня присоединиться. В качестве инвестиционной идеи buy stop 1.3960, stop loss 1.39. Take profit'ом себя также пока не ограничиваем. Доллар японская иена. Американцы реагируют на снижение доходности американских трежерис. В принципе, это стало причиной локального давления на доллар. Вчера мы также видели, как укреплялась японская валюта по факту ухудшения рыночных настроений и спроса на защиту. А сегодня уже все может измениться, потому что доллар наконец-таки дождался важный макроэкономический релиз. Он уже на повестке дня. И сегодня мы ориентируемся на него в 16.30 по московскому времени. Заказан товар длительного пользования. Ожидания хорошие. Ожидания связаны с тем, что за последнее время мы видели, как росли заработные платы, как ироничные продажи также были на неплохом уровне. Мы видели прирост новых рабочих мест. И в целом это должно создавать хорошие условия для роста благосостояния американцев и подстегнуть спрос на товары на длительного пользования. Поэтому, если заказан товар длительного пользования сегодня превзойдут ожидания экспертов с точки зрения оптимистичного счета, тогда доллар просто будет обязан использовать этот фактор, потому что снижаться уже больше некуда. По паре USD и иены это уж точно. В частности, на текущий момент USD иена продолжает обхаживать уровень 112. И я считаю то, что нам можно ориентироваться на возможность восстановления этой пары и движения в район 115. Потому что сейчас мы наблюдаем уже актуальные минимальные значения, ниже которых вероятность входа уже ничтожна, потому что на повестке у нас возможные решения и активность со стороны Банка Японии через валютные интервенции, о чем я также вас предупреждал. Ну и, в принципе, Банк Японии предупреждал всю общественность. В общем, это также не выпускаете из внимания. Если, вопреки, опять же, актуальному новостному фону, все же торгуете в цел по паре USD и иены, сейчас вот именно на текущих практически минимальных значениях я советую вам быть куда более осторожными. Ну а те, кто ищет возможность для покупки, у нас по-прежнему байстоп с уровня 115. Пару слов еще хотел сказать про пару USD-ката. Сейчас появился дополнительный новостной фон. Он связан с комментариями Банка Канады о том, что риски роста задолженности домохозяйства увеличились за последний квартал буквально в разы. Вы помните, что к концу 2015 года мы неоднократно возвращались к этой теме, потому что следили за ростом закредитованности канадцев. И, в принципе, сейчас эта проблема, по словам, опять же, с точки зрения комментариев Банка Канады, только усугубилась. Также Банк Канады отметил угрозы финансовой стабильности из-за глобального экономического спада. И даже по прогнозу самого канадского регулятора, есть куда больше вероятности увидеть еще более серьезное снижение цен на энергоносители, от которых зависит, собственно, судьба и канадской валюты. Актуальные котировки по паре USD-ката сейчас 1,3716. Вы знаете то, что мы ориентируемся на уровень 1,40. Ждем поддержки со стороны снижения нефти. Как только эта поддержка придет, рванем в район 1,40. Самое главное, чтобы в этот момент вы находились в правильном расположении рынка. Out USD 0,7174. Новозеландец против доллара 0,6657. Здесь у нас ориентиры неизменны. Ждем, соответственно, тех поддержек, на которые я ориентировал вас уже давно. Out USD 0,70. NZD USD 0,65. Золото. Не торгуем этим активом, пока не просядем ниже 1200 долларов за тройскую унцию. Что касается пары USD-свиси, то здесь у нас снова откат по причине повышенного спроса на франка. И необходимо дождаться возвращения в район паритета с целью, чтобы сходить еще выше. Факторов поддержки достаточно. Самое важное, если даже закрыть глаза на доллар, у нас есть Национальный банк Швейцарии, который по-прежнему не исключал возможность проведения интервенции в случае неоправданного роста франка. Собственно, по USD-свиси также в целом новостной фон пока не меняется. Из важных отчетов, как я уже сказал, сегодня в 12.30 у нас это данные по ВВП, потом переключаемся на статистику по инфляции в еврозоне. И заключительный отчет дня, это уже заказан товар длительного пользования в 16.30 по московскому времени. Как торговать и как действовать, об этом мы уже поговорили. Собственно, на этом все. Огромное вам спасибо за внимание. Если есть вопросы, можно оставлять их на нашем официальном канале на YouTube, либо на форуме Amarket. С радостью на них отвечу. Поэтому хорошей вам торговой сессии. Уверен, волатильность будет значительной. Увидимся в ходе завтрашнего брифинга. Всего доброго. До свидания.